Саш, в конце года может быть и таблички Эксэнк. Да, они у нас уже гугли, гугл-гугл. Там уже проверочку написать на количество записей. Уже все там есть, родители могут смотреть и дети. Это что такое? Это литературный сценарий, режиссерский сценарий. Раскадровка, это повыденный у тебя. А можно, я хочу, мне стало интересно просто для нас, я. Давай, топотик. Давай, топотик. Так, это у нас, а, это сюда. Это уже было. Еще будет, до камеры. Мотивом. Мотивом. Мотивом быстро исправь, пока у нас на фишке. Пока не аксессуары, как нет. Нет, хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Черезовская Александра. Я из группы 111 и представляю вам свою выпускную работу, которая называется «Авторский фильм по мотивам комедии» Александра Сергеевича Грибоедова «Горякман». Основной целью моей выпускной работы являлась популяризация классики. В наше время мало кто интересуется классикой. Большинство читает ее из-под палки. Читаю ее скучной, неинтересной, неводной, совершенно не относящейся к нашему времени. Но это не так. Я попыталась изменить это отношение с помощью... Показать неизменность человеческих ценностей, как нравственных, так и моральных. С помощью переноса героев в 21 век. Второй моей целью являлась проверка себя. Каждый из нас в 10-11 классе знает или начинает задумываться о будущей профессии. Я задумывалась о профессии режиссера. Понимаю, что если я не стала режиссером, то я не смогу сделать что-то подобное в будущем. Поэтому я решила сделать это сейчас, пока есть такая возможность. Задача максимума, которую я оставила перед собой, это экранизировать всю комедию горя и туман, все четыре действия без сокращений. Но это очень сложно, и поэтому я отказала. Самое минимальное, что я оставила перед собой, это экранизировать несколько явлений с максимальным сокращением текстов. В итоге я экранизировала два действия с сокращениями. Соответственно, задачей ставилось написание литературного сценария, что было очень трудно, потому что надо было соблюсти и ритму, и не вырезать все самое главное, и наоборот, чтобы не было очень много всего. Потом подобрать актеров, чтобы они не только хорошо смотрелись в камеру, но и смогли что-то изобразить. Ну, соответственно, видеосъемки и вонтаж. Программу, которую я использовала, вы видите на слайде. Дальше, ход работы. Самое интересное. Ой, мы уже все посмотрели почти. Создание литературного сценария. Ну, как я сказала, это было очень трудно, ну, и для наиболее гармоничного сокращения я выбрала некоторые яркие моменты, ну, и ситуации. В итоге из 6735 слов у меня 5348. Место действия — это офис, место съемки — это улице 15-30. Дальше. Решительский сценарий. Где бы я ни была, в лицее, дома, в дело, без слова, мне постоянно приходили какие-то новые идеи про то, как это можно сделать, что можно показать вам, и вот. И, значит, это была самая главная проблема. У меня было очень много идей. В итоге я с ней справилась. Вот обидели. Да, потом раскатровку я создавала во время режиссерского сценария и репетиции. Потому что артёры иногда придумывали что-то новое, что в дальнейшем я перерабатывала и использовала вот вы. Дальше. Да, вот. Значит, пробы. А чё у нас? А чё у нас фабрит уехал? Чацкий. Польская версия. Заезжий на странец Чацкий. Ну, слушайте, значит, я... Морчи. Польская комиссия, нам уже пишут комментарии в интернете, что мы игроку спьёмся. Пожалуйста, давайте как-то спокойнее там, не прикончайте ржать. Ну, как же. Я просила сыграть несколько ключевых моментов. Для Чацкого это было Чесвета, я у ваших ног. По умолчанию мне надо было увидеть, как он смотрится в кадре, так ли он себя держит. Для Фанусова это «Вкус батюшка. Отменная манера». Софию и Скалозуху я выбрала сразу. Они собрались. Дальше. Похожем бы. Козлов. В итоге, значит, мои актёры. София это Алксдашвили и Екатерина. Чацкий это Бурлаков Дмитрий. Фанусов это Телехов Дмитрий. Скалозух это Козлов Даниил. Молчалин это Харчагин Сергей и Лизинка это Шкулёк Анастасия. Репетиции. Отдельная проблема. Каждый человек, который принимал участие в моём проекте, имел что-то помимо учёбы. И договориться о нужном времени было очень сложно. В общем, мы это сделали впоследствии. На репетиции каждому актёру был выдан экземпляр с текстом. Ещё один экземпляр был у меня, который я вносила поправки и новые какие-то идеи. Сама съёмка происходила гладко. Правда иногда опаздывали актёры. И так долго Юра не могла выйти из своего кабинета. По нескольких часов. Трудность тоже была во время съёмок. Это собрать всех вместе. Но мы использовали комбинированные съёмки. Ещё одна проблема была договориться с охранником. Аппаратуру мне одалжила лицейской видеосудии, что является огромным плюсом. До свидания. Большое-большое спасибо. Также во время съёмок... Ну, давайте. По-моему, пока прекрасно. Ход работы, монтаж. После съёмок я получала огромное количество материалов, и для простоты монтажа я делила его на явления, а потом я делила его на кусочки. Свойства я типа. Материалы можно посмотреть в папке дополнительной информации. Также в создании трейлера, который я вам покажу после презентации, я фишу, которую вы видите. Работа над проектом длилась с соктября 2012 года по настоящее время. Значит, на данный момент поставленная передо мной задача не до конца выполнена неполным объёмом. А именно, отснято два действия, но... У вас не ходишь на работа? Но нет переходов. Вот. В целом... Телевизионно. В целом... Сейчас. В целом я довольна проделанной работой, но есть ещё над чем работать. Это какая-то коррекция. Это доснять некоторые моменты, очистить звук и подбор музыкального сопровождения к фильму. Изначально у меня была идея, что мне музыку напишет мой книг, но не получилось. Вот. Поэтому осталось это. Так, теперь я вам покажу, что я делаю. Вот. 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 Да. Ах, почему и получился? Воскресы не вредим. Слушай, ты вольности-то лишнее бери. Пусть, и я посхатаюсь. Так для поддержки ищет мужа. Ах, хамур проклятый. Пошлемся к доктору, пренебрегать не должен. Она мерзла за страху. Ну вот у праздника, ну вот вам импотека. На всех московских есть особое отличие. Например, полковник с колосом из золотой ушел. И метит генералов. Молчали, как вам я рассудок цел остался? Вы знаете, как жизнь у вашей нарогатель. И точно, начал свет глупеть. Зашла беседа ваша за ночь. А кем из них я горожу? Хочу, люблю, хочу, скажу. Да помните? Просила помолчать. Невелика услуга. Вау, парень! Числом поболее, ценой подешевле. Так же я вам могу показать явление. Одно какое-нибудь покажи. Мне просто сравнивать хочется, насколько я прям вижу монументальную работу. Ну сначала покажи, одно сначала, потом покажи. Одно выбрать, я не знаю. Второе явление, второе, когда Фамуса пришел. Фамуса. Барин, да. Барин, да. Видите, как я шалую, эта девчонка? Не могу придумать, я что это за беда? То плеет, то фото пьяно. Нет, всюду я лишь невзначальник. Вот кто-то невзначальник за вами примечает. Так вернуешь с умыслом. Эх, зелья была в них. Вы по-владнике. Вы помните, вы старики. Почти. Кому сюда прийти? Ведь Софья спит. Ночь целую читала. А, ты ж прыгани какие завелись. Все по-французски, вслух читает, запершись. Скажи-ка, что глаза ей портить не годится, и чтенье прокат не видит. Есть знания от французских книг, а мне от русских больно спится. Доложусь, извольте же идти. Да, обрадес! Эй, Лиза! А этого у меня не было. Ушел. Ах, от господ подали, у них беды на всякий час готовь. Мину нас пуще всех печаль. И барский гнев. И барская любовь. В некоторых местах была различная хронизация звука, все-таки. Замечено было. Это дубляж, ты так понимаешь, да? Нет. Не, ну, звук писали на ходу или отдельно? На ходу. А микрофоны какие? Нет, было на ходу. На камерный? Да. Ты хочешь сблизиться не можешь? Нет, просто там в других сценах... Скорее всего, при монтаже, потому что ракурсов было много, и видеозаписей было много, а дорожку брали в итоге одну. Ну, звуковую, конечно, дорожку. Ну, вообще, там переозвучка, она стоит в планах. У меня два вопроса. Меняла в процессе вот этот моментальный труд, который снимала? Ну, там шифр с некоторыми пустами, я не понял, слава, вот так... Ну, ладно. Ну, меняла, короче. Сама довольна? Большая радость. Гордиция. У меня просто... Не хочется. Не, можно критиковать там. Нет, да... Ладно, уже надо. Вы вообще подписали... Нет, у меня... Вопрос, можно, да? Там вот есть у вас дополнительная информация к... В общем-то, к тему этому... Нет, да, вот это. Да, и там, просто я спорю, много... На всех страницах одно и то же, как бы, ну, то есть, почти одно и то же, скажем так. Ширина, высота, часа кадров, прочее, оно всего повторяется. Зачем столько просто страниц было на это выводить? Это было своего рода ворсина. На всякий случай. Нет, ну, вообще, это просто правильно. Ну, как правильно? Нет, нет, это то, чему учат студии, на самом деле, среди прочего. То есть, потом при стыковках, при бесконечных комбинациях, это... Нет, первой формат пока. Это не ворсина. И ворсина. Собирается? На режиссуру-то не возьму, режиссуру не возьму. Или как? А вдруг... Они все равно потом группы снимают. Так, ну все, давайте, Саша, отпустим, а то мы так расслабились, а у нас еще несколько... Спасибо. 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 Спасибо.